Пс, парень, немного в фабрике не желаешь. Установлены таким образом, что у них зона покрытия не пересекается, стоит в упор. Кроме верхнего, да? Здесь, в правом нижнем углу, я никаких радаров ставить не стал, потому что их просто выпилят. И сверху, вот здесь, я тоже ничего делать не стал. Также, также, еще было сделано следующее. Вот здесь вот у меня идет лента с камнем и с каменными блоками. Я их поменял местами. То есть сейчас камень вот по верхней ленте идет, да? А каменные блоки идут вот здесь, снизу, в нижней части шины, вот по этой ленте, где раньше шел камень. Это мне нужно для того, чтобы дальше более удобно мой молд запитывать. Вот молл, фабрика всего, называйте как угодно. Но это будет чуть позже. Для начала мне нужно подготовить все это дело. Я бы мог сразу, конечно, перейти к строительству молла и опустить вот это все. Но тогда будет большой кусок контента вырезан просто. И будут некоторые вещи, может быть, кому-то непонятны. Поэтому решил оставить и раздробить вот эту серию на две части. И в самом начале, вот в самом начале первой части, нужно немножко позаботиться об обороне. Как мы видим, здесь очень много, вот через это место пробегает очень много жуков. И здесь бы я хотел установить... Так, опять какая-то атака. Здесь бы я хотел поставить производство боеприпасов бронебойных, которые красненькие патроны у нас. Так что сразу ограничиваем крайнюю правую часть вот этой вот лентой. Примерно сюда. И сейчас мы здесь будем собирать массив, который будет производить у нас боеприпасы бронебойные. И здесь мы видим, у нас один красный боеприпас, красный патрон бронебойный делается 3 секунды. На него требуется один желтый, который делается 1 секунду. Это секунды условные. Не путать их с реальными секундами. Чтобы получить реальные секунды, нужно учитывать еще скорость производства автомата, в котором все это делается. У нас автомат серый. Так, куда бы мне его... Давайте-ка его подровняем, чтобы он тут поровнее. В соответствии с печками, да, был? Вот так. То есть у нас автомат серый, он работает со скоростью 0,5. Соответственно, нужно их в два раза больше, чтобы перевести к актуальным секундам. То есть ставим вот так вот два вот этих вот. И вместо трех ставим шесть на красный боеприпас. У нас будет так, как будто бы скорость автомата равна 1. И как будто бы у нас один патрон в секунду делается. Точнее, он и будет делаться один в секунду. Так, shift право, shift лево, кнопка мыши копировать, ставить. И сейчас нужно подключить ресурсы. Медная плита, стальная балка. Все это нужно подавать по этой, по правой ленте. По одной стороне одно, по другой стороне другое. Сейчас мы это с вами будем подключать. Простите, как ваше имя, отчество? И как же мне извладить? Еще и тараканов целая куча. Это же первая настоящая женщина-долботренша на моей базе. А тут все в тараканах. Кожаный мешок совершенно обленился. Надо будет самому провести генеральную уборку. Капец. Кажется, у меня смазка потекла. Стыдаба. Срамата. Ничего сложного в подключении здесь нет. Ставим один разделитель, ставим второй. Так, у нас готова технология. Готова у нас броня. Дальше будем изучать стальной инструмент. Ну, последняя технология, которая за красной банки. Так что давайте, поехали. И подключаем. Здесь нужно немножко убрать. Ставим подземный, чтобы у нас сталь дальше ехала. Здесь разворачиваем. Подключаем сюда. Медь поехала, да. И с одной стороны медь, с другой сталь. Все, замечательно работает. Этого нам за глаза хватит для того, чтобы производить наш боеприпас. Естественно, нужно подождать, пока все это дойдет. Так, давайте-ка лишнее уберем отсюда. Еще нам для него потребуются желтые патрончики, да. Желтые патрончики мы сейчас будем производить вот здесь снизу и на левую ленту выкладывать. Так, давайте-ка сначала сделаем манипуляторы. Мне нужны синие здесь, потому что желтые будут не успевать, особенно после апгрейда. Так что расставляем. И останется нам подключить только желтые патроны. Они, в свою очередь, требуют железную пластину обычную. Так, давайте-ка вот сюда протянем. Примерно таким образом. И здесь я хочу сделать следующий трюк. По одной стороне у меня пойдет железная пластина, откуда я буду забирать. А на другую сторону, вот железная пластина у нас в патрончике. На другую сторону я эти патрончики буду выкладывать. Примерно вот таким образом. Ну, а дальше останется их только разделить. И то же самое сделаем с красными боеприпасами. Так, теперь нужно на эту ленту, на правую сторону подать железные пластины. Так что спокойно здесь подключаем. Точно так же берем подземный конвейер. Блин, вот откуда они берутся? А ну, отстаньте от меня, гады. Давайте тюрельки убивать этих всех ребят. Вот они постоянно так набегают. Поэтому обязательно нужно бронебой на патронах как можно быстрее, чтобы они быстрее дохли. Потому что бронебойные их просто ваншотать начнут. Да и когда они немножко, жуки, посильнее станут второго, третьего тира, там без бронебойных уже будет никуда. Так, подземные. Здесь ставим разделитель. И ленту после разделителя выводим вот сюда наверх. И здесь делаем вторую, чтобы у нас все это на одну сторону. Так, кнопка R повернуть. Все, мы видим то, что у нас железная пластина поехала по правой стороне ленты. Вот, сейчас она будет сюда загружаться. И, так, давайте уберем. И патроны мы будем выкладывать на дальнюю сторону ленты. Теперь делаем все то же самое для бронебойных патронов. Протягиваем ленту. Так, и вот с этого конца будем загружать немножко в ящик. Так, давайте куда-нибудь сюда ящик поставим. Лишнее убираем. Сейчас нам нужно подать на внутреннюю сторону будут наши желтые патроны. На внешнюю сторону будут выгружаться красные боеприпасы. Все то же самое, как было с железными пластинами. Будем использовать две стороны одного конвейера. И опять же воспользуемся старым дедовским способом. Берем подземный конвейер, ставим его сюда, на кнопку R разворачиваем. И подсоединяем примерно следующим образом. Так, сверху, снизу. Все, сейчас мы вывели на одну сторону. Так, нет, мне это не нравится. Давайте здесь повернем, здесь вниз. И тут вот так. Все, сейчас патроны у нас пойдут на внутреннюю сторону ленту. Потому что железо будет заблокировано конвейером. И осталось все это хозяйство нам подключить. Поэтому достаем столбы из кармана и начинаем их расставлять. Столбы, они же опоры и линии электропередач. Будем называть их столбами традиционно. Так, давайте сюда. Здесь то же самое. Сверху, сверху манипуляторов и сверху манипуляторов. И как мы можем наблюдать, у нас пошло производство. Сейчас останется только дождаться, пока у нас накрафтится. Ну вот, видим патроны. Пока накрафтятся эти бронебойные патроны. Так, и ящик вот этот. Не нравится мне вот это место все, как оно тут у нас происходит. Давайте-ка фильтрующие возьмем. Ящик переставляем. Ставим его чуть повыше, на одну клетку. Так. И флиртующий манипулятор. Пускай он флиртует прямо в ящик. И на фильтр поставим вот сюда. Бронебойный. Все, осталось его подключить точно так же опорой. Начало работать. Сейчас у нас все бронебойные патроны будут благополучно производиться и выгружаться вот так. Здесь. Ну все хорошо, да, у нас. Единственное, забыл. Нужно сразу ограничения поставить в ящике. Так что нажимаем этот крест и выделяем примерно вот так. Ctrl, правая кнопка мыши. Загрузить полстака, который под курсором. И Ctrl, правая кнопка мыши. Забрать половинку, что там есть. Ctrl, левая кнопка мыши. Все грузим. Итак, загружены турели. Вот эти патроны. Ctrl, левая кнопка мыши. Точно так же все грузим. И сейчас вот это место, вот это место, где у нас патроны производились, я его хочу немножко разобрать. Так, утес, опустите меня. Потому что это архаизм, это устарело. Оно сейчас мне здесь совершенно не надо. Поэтому подходим и немножко разбираем все это. У тебя ящик, манипуляторы, все вот эти вот. Вот тебя, у тебя манипулятор. Все круто, но переделывай. Следующее, вот это место. Здесь я хочу установить производство компонентов на зеленые и красные банки. И, собственно, само производство зеленых и красных банок. Так, тебя ставим где-то, наверное, сюда. Следующую надо поставить на две клетки. Раз, два. На две клетки выше. Потом через клетку налево идем. Сюда и сюда. Вот, вот этот модуль будет производить компоненты для зеленых банок. Зеленые банки будут первый, второй, третий. Вот в этих трех ассемблерах производиться. И красные банки. Так, один сюда. Вот здесь сверху три. Плюс один для шестерен. А тебя убираем. Теперь нам нужно обозначить, что где будет производиться. Зеленые пакеты. Так, давайте сюда. Ctrl правая, Ctrl левая. Кнопка мыши копирует, ставить. И то же самое для красных банок. Вот эти три. И здесь указываем шестерню, потому что она, вот, как мы видим, нужна медная плита и шестерня для производства. Дальше. Все выгружать будем на одну ленту. С двух сторон ленты. С одной стороны зеленая, с другой красная. Сейчас только нужно расставить манипуляторы. Вся вот эта схема, она будет производить зеленые и красные банки без каких-то рейтов. Просто она их будет делать, пока я буду расставлять все остальные компоненты моей фабрики. Например, столбы с лампочками. Потому что постоянно темно. Ну, и так, да будет свет у нас, сказал монтер. Подключаем, значит, производство для зеленых банок. Это манипуляторы и конвейеры. Все это будет производиться вот в этих пяти нижних ассемблерах. Левый, нижний производят у нас конвейеры. Конвейеры, для которых мне сейчас потребуются шестерни. Шестерни я буду производить в левом верхнем. Ставим шестерни и подавать напрямую. То есть, прямая передача, это вполне нормальная тема. Дальше мне нужны манипуляторы. Манипуляторы будут делаться так, центральные. И выбираем, где у нас тут. Вот, выбираем манипулятор. Ставим, да? Для него мне потребуются микросхемы и проволока под микросхемы. Микросхему ставим сюда. И проволока чуть ниже микросхем. Так, проволока вот сюда. Теперь давайте сразу обозначим, куда у нас будут выходить конвейеры и манипуляторы. Так, немножко правее в упор. И здесь протягиваем, ну просто вдоль, направо. Вот, с этой ленты у нас будут забираться манипуляторы конвейера, которые будут подаваться вот сюда, на эти сборочники. Так, сразу ставим манипуляторы. Вообще, во всех вот таких вот компактных схемах я люблю использовать обе стороны конвейера под разные ресурсы. Поэтому вот здесь слева у нас будут железные медные пластины заходить. И пойдут они через весь вот этот цех по одному конвейеру. Вот в этом идея именно заключается. Здесь ставим подземный. Вот каким-то таким образом. Дальше после него ставим разделитель, чтобы у нас лента дальше пошла и повернулась вот примерно вот сюда вниз. Потому что мне нужно будет железом снабжать вот этот сборочник слева. И мне нужно опять же будет подавать шестерню. Шестерню вот с верхнего я напрямую красным манипулятором длинным буду вот так передавать. И его опять же нужно будет запитать. Запитать нужно взять быстрый манипулятор и подавать вот таким образом. То есть манипулятор будет загружать железную пластину, точнее только тот ресурс, который требуется для производства. Также шестерни пойдут на манипуляторы на желтые вот сюда вот. И на него же нужно подать зеленые микросхемы, которые в свою очередь требуют медный кабель. Медный кабель и железные пластины. Железные пластины мы заберем с ленты. Так, ее можно, в принципе, даже, наверное, продлить сейчас. Каким-то вот таким вот образом. Ой-ой-ой-ой, вот откуда вот вы? Вот гады, понабежали, я не знаю. Вот видите, что бывает, когда... Так, давайте-ка, ну-ка, нафиг, убивайтесь. Вот видите, что бывает, когда пренебрегаешь обороной. Нужно было давно снизу поставить турели, чтобы предотвратить вот эти ситуации. А не вот это вот все. Ну, придется чинить. Давайте уже доделаем наш вот этот мини-цех. Так, значит, сюда нам нужно погрузить. Берем, ставим вот так, потому что мне нужна там железная пластина, и одну сюда. Так, далее, мне нужно погрузить. Проволоку будет на зеленые микросхемы длинным манипулятором. И теперь нужно остатки все вот эти запитать. Тут, к сожалению, из-за тараканов будет плохо видно, но ничего не поделаешь. Итак, конвейеры. Конвейеры будут выгружаться вот здесь снизу. Выгружаться они будут, опять же, на ленту. И тут специфика работы такая, что они будут выгружаться на нижнюю часть ленты. А ленту я вот так протягиваю сюда вверх. Здесь нужно... Так, давайте-ка немножко здесь подземными поработаем. Сюда, сюда. И сейчас нужно вывести ее налево. Блин, здесь мне немножко манипулятор мешает. Давайте подземный продлим. Вот так. Сейчас надо сместить манипулятор левее. И все, можно здесь подземный... Так. Подземный, подземный... Да, блин, куда? Вот сюда. И дальше выводим полностью. Все. По одной стороне конвейера у нас сейчас поедут внезапно конвейеры. Конвейер едет по конвейеру. Мистификация. И останется сейчас на другую сторону конвейера нам выводить манипуляторы желтые. Желтые манипуляторы будут у нас... Так. Где-то... Вот отсюда они выходят. Я сейчас тут применю, наверное, длинный манипулятор, чтобы оттуда можно было достать. Так. Проволока. Да, давайте... Давайте проволоку будем запитывать примерно вот отсюда. Вот он слева будет забирать медные пластины и погружать туда. Потому что манипулятор забирает то, что ему нужно. И второй манипулятор... Так, здесь у нас что-то не клеится. Давайте его переставим вот как-то так. В любом случае он будет забирать медные пластины и грузить их. А верхний будет выгружать на ленту. То есть все. У нас с двух сторон ленты. С одной стороны конвейеры, с другой манипуляторы идут. Схема, в принципе, готова. И схема будет работать. На самом деле, эта схема я уже давно собрал. Я еще когда, фиг знает, несколько работ назад, прямо на работе ее спроектировал на бумаге. Это было довольно интересно и увлекательно. Ну, сейчас мне знание внезапно пригодилось, чтобы вам его донести. Я надеюсь, кто первый раз видит такие схемы компактные. Но я думаю, вам будет это полезно. Я просто хотел показать сам процесс проектировки. Так, сейчас нам нужно подать ресурсы будет. Медную и железную пластину. На обе стороны конвейера. Так, здесь вообще стандартная классическая схема. Здесь обходим подземными. Тут обходим подземными. И железные пластины мы сейчас... Так. Нет, давайте медные сначала снизу вверх. Вот таким образом. Тут мы сейчас поставим разделитель. Вот сюда. Все, по одной стороне у нас поехали медные пластины. И я внезапно вспомнил, что я забыл про оборону. Давайте-ка расставим немножко сюда. Ctrl, правая кнопка мыши, пополстака. Ну, все традиционно. И опять же Ctrl, правая. Забираем до 25 патронов. Все, в каждой турельке по 25 бронебойных. Сейчас она нас будет снизу защищать. И нам нужно подключить железо. Здесь немножко неправильно. Убираем один подземный и ставим его вот так вот, чтобы у нас туда влез разделитель. Берем на кнопку Q разделитель. Кнопка Q пипетка, да? Кто не знал. Все, у нас с одной стороны железо, с другой пошло медь. Подключаем. И сейчас все это хозяйство у нас начнет работать. Я надеюсь, вы мне поверите на слово. Кто не верит, смотрите. Здесь начинается магия. Все начинает работать замечательно. И по одной стороне у нас идут конвейеры, по другой манипуляторы. Да, я еще раз уточню. Здесь не сделано под какие-то определенные рейды. Здесь оно сделано просто, чтобы работало. Пока я буду строить всю остальную базу, вот это все, вот этот весь комплекс из красных-зеленых банок, будет потихоньку мне клепать на ухо. Ну и нам, естественно, нужно подключить. Сейчас будут красные банки. Для них нам требуется медная пластина и шестерня. Медь, шестерня. Шестерня будет производиться вот в этом вот, в крайнем ассемблере. Так что отсюда сразу выводим ее на дальнюю сторону ленты. Здесь точно такой же трюк. По внешней стороне, по дальней идет шестерня. Как-то так. А по внутренней у нас пойдет медь. Так что вот сюда заводим. И наша задача вот на эту ленту сейчас вывести будет медяху. Но это все делается достаточно просто и элементарно. Так, продлеваем. И снизу примерно вот таким образом. Здесь воспользуемся дедовским способом. Подземный конвейер. И разворачиваем кнопку R. Все. То есть сейчас по правой стороне, если мы дадим медь, она у нас отфильтруется и пойдет дальше туда на банки. Ну а железные пластины, естественно, упрутся в подземный конвейер. Здесь у нас, в принципе, все для этого готово. Нам просто остается поставить вот сюда разделитель. Потому что я заблаговременно сделал так, чтобы у меня медные пластины шли по правой стороне. Вот. Продлеваем. Здесь ставим подземный. Так, подземный. Алло. Раз. Два. Все. Поехало. И тут, как мы можем наблюдать, железо фильтруется и медь уходит туда, куда нам нужно. Все работает замечательно. Осталось расставить манипуляторы. Один. Второй. Так, сюда. И столбы. Раз. Два. И вот этого товарища. Здесь, естественно, тоже подключаем. Замечательно. У нас готов комплекс, который производят красные и зеленые банки. Ну, остаток тут подключить недолго. Надо еще пару столбов до лампочки поставить. Ну, что потемки. Все. Теперь можно это потихонечку блюпринтить. Так. Давайте-ка здесь заблаговременно сделаем следующую вещь. Один фильтрующий и второй фильтрующий. Я их ставлю для того, чтобы в блюпринте, в схеме, можно было указать, с какой стороны какой ресурс идет. Иначе будет путаница. И подключаем обратно. Все. Сейчас вот это все уже конкретно можно под блюпринт. Выбираем чертеж. И захватываем чертежом абсолютно вот это все. Хлоп. Вот таким вот образом. Столбы. И лампочки. Правая кнопка мыши мы затираем, потому что в схеме они здесь не нужны. Обязательно нужно дать для нашей схемы название. Выбираем мини-грин-ред. Так. Сюда. Надо указать красную. А где? Красную. И зеленую. Так. Нет. Давайте местами поменяем. Все-таки грин-ред. Зеленая и красная. Так. Сюда поставим букву. Вот сюда сигналы. Буква М. Потому что мини. И нажимаем опять сюда на ручку, чтобы сохранить название. Мини-грин-ред-сайенс. По-английски называю. Потому что мне так удобнее, например. Можете назвать по-русски. И создать чертеж. Все. Чертеж у нас готов. Чтобы скопировать чертеж. Откройте экспорт в строку и нажмите копировать. Чтобы вставить чертеж. Откройте импорт строк и в нижней панели вставьте строку чертежа control-v и нажмите импорт. Нижняя панель появится. Если в консоли вбить команду на ее разблокировку. Теперь нам останется вывести эту ленту куда-то вот сюда вот вбок. Протянуть вверх. И поставить здесь наши лаборатории. Лаборатория. Одна. Одна. Блин. Одна, говорю. Вторая. Третья. И четвертая. Можно больше поставить. Но мне пока что этого хватит. Я не хочу тут упорываться. Манипуляторы. Можно кстати из лаборатории в лабораторию грузить. Кому интересно. Подпитываем все это. И наука у нас готова. Осталось у нас подготовить место под наш будущий молл. Под нашу фабрику всего. Если вам не нравится слово молл. Называйте как угодно. Здесь я просто протягиваю. Так. У нас готова внезапно наука. Последняя наука за красные банки. Дальше. Мне нужны печки вот эти. Но я для начала сделаю электроснабжение. Чтобы мне было проще строить молл. Чтоб на раз. Чтоб не переделать потом 20 раз из деревянных столбов. Вот. По поводу деревянных столбов. Продолжаем здесь вот это все вверх тянуть. И делаем освещение. Я столбы там ставил для того, чтобы сделать освещение. Иначе не видно нифига. Турели. Турели нужно перенести все. Слева направо. Я их благополучно переношу. И перезаряжаю патронами. Сюда. Здесь. Ну то же самое. Чтобы радиусом просто доставало до нижней турели. И как мы можем видеть. Все у нас готово. То есть турели я перенес. Готова у нас разметка под наш молл. Моллом я буду заниматься уже в следующей серии. Здесь Ctrl-C. И Shift-Левая кнопка мыши. Ну или просто левая кнопка мыши. Shift нужен для того, чтобы поставить блюпринт там, где у вас стоит препятствие. На самом деле, мол, я хотел показать в этой серии. Но, к сожалению, там очень-очень много мелких каких-то мелкой работы вот этой всей. Поэтому я перенес ее на следующую серию. А эту оставил уже как есть. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если было интересно, обязательно поддерживайте меня и Долбатрона лайком. Оставляйте свое мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. А мы с вами увидимся в следующих сериях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok